Я думаю, что очень многие зрители телеканала «Вариант» помнят историю о секретном миллионере. Была такая программа на одном из федеральных каналов, и в том числе в наш город приезжал секретный миллионер, и он изменял судьбу очень многих людей. Один из них – писатель, который благодаря, наверное, все-таки судьбе, но мы этому у него выясним, он поднялся с самого дна и выпустил новую книгу. Давайте для начала вспомним эту историю, а потом познакомимся с самим писателем. Моя просьба – просто все это дописать, издать, все оплачено, просто работать. Как Владимирскому бездомному дали шанс на новую жизнь, видела вся страна. Год назад Арсений Янковский буквально выиграл джекпот. Сам того не подозревая, попал в реалити-шоу федерального канала и получил от щедрого миллионера в подарок квартиру, контракт на издательство книги и ноутбук. Он познакомился с Александром Росляковым в благодворительном центре «Дурок каждый». Арсений там смог найти кровь, еду и просто человеческое отношение. Миллионер же туда попал под прикрытием – на себе проверить, как живут люди без определенного места жительства. У него отец писатель, там в Ростове Великом, откуда он родом, отец писатель, ну и у меня отец писатель, мы поговорили. Мы с ним несколько раз разговаривали, сидели там на кухне, потом ходили там по улице. Расговаривал я, он в основном бы слушал. Тогда Арсений и представить не мог, что через год его жизнь изменится. Прежде чем попасть в приют, Арсений три года провел в бесконечных скитаниях. В 2014 году по семейным обстоятельствам он остался без квартиры. За эти годы, где он только не проводил ночи, скитался по друзьям, заброшенным домам, спал на раскладушках, в подъездах. Конечно тяжело, потому что бывали моменты, когда с одной квартиры приходилось уходить и не знаешь куда. И вот целый день ходишь, звонишь, там хорошо, если телефон есть. Звонишь по друзьям, там все. Ну и, конечно, это было ужасно. О своих скитаниях длиной в три года он и написал книгу, которую смог выпустить благодаря секретному миллионеру. Он начал ее писать, когда жил в заброшке. На последние деньги покупал тетради, ручки, работал в основном в полумраке. Ночью пишется лучше. В книге он рассказывает, как пытался выжить. И это не автобиография, это повесть о бездомной жизни в целом. О том, как уходят люди на дно и всеми силами пытаются избавиться от затуса человек без определенного места жительства. В своей книге Арсений дает главный совет бездомным. Не сдаваться, постоянно, каждый день, каждый день искать какие-то выходы из сложившейся ситуации. То есть постоянно что-то пытаться улучшать в своей жизни. Потому что на дно идти, ну все, руки поднял и пошел на дно. Может быть добрым примером, что действительно, как человек, с самого дна все-таки смог подняться. Пусть благодаря помощи, пусть благодаря такой прекраснейшей помощи, но это ведь нужно было удержать. Ведь это нужно было трудиться и стараться. То есть это нужно же было поставить цель и к ней прийти. И у Арсения это получилось. Конечно, это может быть прекрасным стимулом для всех остальных людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства. Для Арсения это уже четвертая книга. До своей бродячей жизни он выпустил три сборника стихов и прозы. И вот теперь он создал настоящее пособие по выживанию. Тираж издания, тысячи экземпляров. Книгу можно приобрести уже сейчас в благотворительном центре «Дорог каждый». Но один из экземпляров точно продаваться не будет. Книгу Арсений в подарок отправит миллионеру Александру Руслякову. Ирина Шульга, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант». Сегодня в студии телеканала «Вариант» писатель Арсений Янковский, герой этой, наверное, все-таки чудесной истории. Арсений, добрый вечер. Добрый вечер. Мы обещали рассказать ваше представление о том, что же произошло. Это судьба или все-таки это случайность? Вот по вашему мнению. Тут, так сказать, трудно ответить на этот вопрос сразу. Конечно, это случайность, но Саша Русляков выбирал из двух, так сказать, кандидатов, кого он хотел, так сказать, осчастливить. Вот, ну, выбрал писателя. У него папа писатель, покойный тоже уже, как и мой. Вот, ну, и просто выбрал. Вот, как вы думаете, у вас получилось просто-таки обаять его, да, и вот эти совпадения, что и папа писатель, и ваша история наверняка его очень тронула. Именно вот такое человеческое обаяние сыграло роль? Видите ли, я с ним разговаривал, он же, так сказать, в таком же имидже был, как и я, только я ничего не играл, а он нас всех, так сказать, очень... Неплохо провел. Неплохо провел, да, с большим удовольствием, и, кстати, для меня. Вот, и мы с ним ели практически из одной, ну, не из одной тарелки, но, в общем, из разных, но рядышком стояли, там все, и он только на ночь уходил, потому что, ну, что там, не на вокзале же ему ночевать. Вот, я только один, он один раз только прокололся, но я это уже говорил, что вот после собачьего питомника он пришел, вот, я чувствую, дорогой парфюм. Что-то тут не так. Опиум? Нет, ну, знаете, это французский одеколай. Думаю, что тут это... Я ему потом сказал, он говорит, ты молодец какой. Я говорю, ну да, я же все-таки как-то да. Как изменилась ваша жизнь? Я знаю, что вам пришлось оставить на время работу, потому что нужно было трудиться над изданием. Что еще изменилось? Вот, с того момента, как в вашей жизни появился секретный миллионер? Ну, во-первых, изменилось вообще все. Вот, во-вторых, ну, как... Компьютер мне... Я вот до сих пор его осваивал, у меня какое-то десятое поколение, там, у Индус, там, это... Ну, для меня это вообще... У меня был старый дома. Вот, но он тоже пропал все, как понятное дело. Вот. Вот, вон, мой редактор до сих пор говорит, что я тупой абсолютно, и ничего не понимаю. Он приходит ко мне, там, что-то там, ну, делает. Вот, и вообще, молодец, если бы не он, то... Ну, я вот пишу в книге, что если бы не он, то я бы еще там месяца три, может, полгода бы еще писал. Он мне так здорово помог, что... Кто еще помогал, Арсений? То есть получается, что вокруг вас собралось, ну, прям как-то таки сгусток какой-то доброй, позитивной энергии. Я открою тайну, у меня была возможность пообщаться с Арсением за эфиром, и обаяние человека действительно большое. Он видит людей, он всегда улыбается, делает комплименты, безусловно. Я думаю, в этом секрет, но это мой ответ на вопрос. Так вот, перейдем к тому, кто же еще помогал. Давайте назовем имя редактора. Паша Елохин, редактор моей книги, член Союза писателей, вот недавно его приняли, такое событие. Хотя должны были принять еще и 10 лет назад. Ему первую рекомендацию в Союз писателей давал мой отец, великий Владимирский писатель Валерий Юрьевич Янковский. Почетный гражданин Владимирской области, ну, все знают. Кстати, 28 мая приходите в Адри, кто, так сказать, да, и будет вечер памяти моего папы, потому что в этом году как раз исполняется 50 лет, как наша семья переехала из Владивостока во Владимир. Вот, и будет большой такой, ну, вечер, часа на два. Вот, ну и, конечно, 3-го числа приходите все ко мне, я буду презентовать вот эту вот книгу. Да, давайте покажем иллюстрации, это ведь тоже ваш друг, художник, кто писал картины для вашего произведения? Павел Наследников, это он иллюстрировал мои первые две книги, это давно было, там, в 2002 году. Потом он иллюстрировал папу, ну, вообще замечательный человек, работал даром, представляете, вообще даром. Потому что издатель, ну, в общем, начальник издательства Калейдоскоп, я уж не буду так сильно ругаться. Вот, в общем, он загробастал все деньги, которые дал спонсор, 450 тысяч рублей, ну, практически полмиллиона. Мы ничего не получили оттуда. Ну, я получил книгу, тираж, там, все такое. Я правильно держу ничего, видно? Давайте покажем обложку книги, на ней написано название, достаточно емкое, объясняющее еще один шанс. По сути, вся ваша история так называется, если посмотреть на нее со стороны. Так вот, если говорить о сути книги, вы когда ее писали, Арсений, кто должен был, по-вашему, стать ее читателем? Ну, хотя негодяй издатель написал, что 18+, чего-то ему там. Вот, на самом деле ее могут читать все. У меня внучка, вот, ей 10 лет читает. Ну, все, я не знаю. Вот, ну, там, конечно, много разных непарламентских выражений, запечатанных точками. Ну, извините, у меня герои такие там, что они так, ну, выражаются на великом и могучем русском языке. Вот. Наш корреспондент Ирина Шульга, которая делала репортажи о вас, назвала эту книгу, ну, по сути, неким пособием по выживанию. А вот выживанию в чем? Вот как бы вы описали, вот, среди какого, не знаю, каких сложностей нужен ваш совет, Арсений, чтобы выжить в современном мире? Ну, во-первых, не опускать руки. Воля должна быть абсолютно железная. Ну, стараться избегать, так сказать, ну, понятное дело, каких ситуаций. Вот. Пить поменьше. Ну, это вот с этим сложнее. Потому что, ну, ну, вы почитаете, когда, так сказать, зрители, которые почитают потом мою книгу, придут, получат там, ну, что-то не знаю. Это книга-автобиография, по сути? Или все-таки это художественное изложение? Не того, что на самом деле было. Нет, ну, конечно, я там кое-что приукрасил. Я зашифровал некоторых персонажей, которые не хотели, чтобы они были. Замечательные люди, кстати. Вот. У вас до этой книги были уже издания. И были издания, в том числе поэтические. Я знаю, что и в этой книге есть поэтические странички. Я предлагаю, Арсений, так как не у всех наших зрителей будет возможность эту книгу подержать в руках, услышать несколько строк вашего сочинения. Давайте какое-нибудь из стихотворений прямо сейчас. Может быть, не мое, а то, что написано здесь. А это я прочитаю. Это мне так понравилось, что это прочитаю я. Давайте сейчас ваше. Это значит, да. Ну, давайте так вот. То, что я написал, например, к 60-летию Венедикта Ерофеева. Ну, это было давно. Это не новое стихотворение. О, Господи. Нет, ладно, другое. В тумане наше завтра, наш рассвет. Наш не отмечен путь, наш путь немерен. И часто нам пути обратно нет. Не возвращайся, если не уверен. В одну и ту же реку не войти. Два раза. Это верно, это пропись. Мы вечные заложники пути, Где всюду поджидает враг и пропасть. Награды за усердие не жди. Давно смертям и ранам счет потерян. Но даже в час, когда все позади. Не возвращайся, если не уверен. Это сталкерский пиончик называется. Я очень люблю Стругацких. Ну, что же, давайте приглашать зрителей на презентацию книги, Который состоится уже на следующей неделе. Можно я ее подержу в руках? Ради Бога. Артений, вам слово. Итак, 3 апреля. 3 апреля в 6 часов Здание, областной дом работников искусства имени Юрия Александровича Тумаркина, Моего большого друга. К сожалению, да. Он ушедшего. Вот. В 6 часов вечера там есть объявление, Еще будет там... Потом канал ВГТРК тоже обещал дать какую-то, значит, рекламу заранее. Ну, в 6 часов вечера областной дом работников искусств возле Золотых ворот. Встреча с писателем, который получил еще один шанс и его использовал. Вот как об этом сказал Андрей Кулагин. Это слова про вас. Такая небольшая эпиграмма известен Чубом Бросским среди своих коллег. Арсений не Тарковский. Янковский не Олег. Сегодня мы познакомились лично с писателем Арсением Янковским. Спасибо большое за сегодняшнюю встречу. И пусть шанс будет успешным.